А просто без звука нельзя? Такая вибрация. Почему вообще без звука? Без вибрации, без чего? Там просто когда могут вам звонить, а в микрофон идут по микрофону. Добрый день, приветствуем вас на площадке регионального информационного центра Киева. Без вибра. Сегодня поясневажное событие старт проекта формирования комфортной городской среды. Напомню, федеральный проект формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» является продолжением приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, который проходил в период с 2017 по 2018 год. А наработанный за два года опыт лег в основу федерального проекта, который стартовал в 2019 году. Основная задача проекта – дать новый импульс развитию муниципалитетов на всей территории нашей страны. Мероприятие по реализации федерального проекта позволит улучшить качество городской среды в 2030 году в полтора раза. В рамках федерального проекта благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. О том, как реализуется федеральный проект в Югре, мы поговорим сегодня с нашими гостями, которых я с удовольствием представлю. Так, Василий Александрович Филипенко, председатель комитета Думы и Европы по социальной политике, куратор партийного проекта «Городская среда». Здравствуйте. Илья Аркадьевич Ким, директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Казахстан-Массийского автономного округа в Югре. Здравствуйте. Сергей Андреевич Пернс, заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югре. Добрый день. Татьяна Петровна Тельманова, руководитель Центра компетенции губоустройства городской среды ОНО «Центр по реализации национальных проектов». Добрый день. И Виталий Степанович Андреев, заместитель генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югре». Здравствуйте. Василий Александрович, позвольте, первый вопрос вам. Расскажите, в первую очередь, о партийном проекте, как он интегрировался в федеральный проект. Спасибо за вопрос. В историю вы мне углубились. Но я хочу сказать, что, собственно, партийный проект «Городская среда», он родился по итогам выборов 2016 года. И именно из него родился уже федеральная программа «Комфортная городская среда». И родился он из обращений граждан, из наказов избирателей депутатам. Все это было отработано, интегрировано. И с 2017 года, на самом деле, начали работу сперва как, собственно, партийный проект. После чего из него уже вырос. С учетом той значимости, которую придает ему люди, в первую очередь, он превратился в какой-то своей части в федеральную программу. При этом оставаясь немножко, наверное, больше. Потому что федеральная программа, мы понимаем, что такое. Это объекты, обеспеченные федеральными средствами, региональными средствами бюджета. И софинансирование с точки зрения муниципальных образований. А в то же время партийный проект «Городская среда», включая и федеральную программу, в то же время он выбирает в себя и другие моменты. Это и инициативное бюджетирование, когда люди сами выходят на администрацию муниципальных образований в цели реконструкции своих дворовых пространств, еще чего-то. Это участие бизнеса, это участие по соглашениям наших недропользователей. Это грантовая поддержка губернатора, которая в нашем случае, в случае нашего региона, проходит через департамент общественных связей. То есть такой достаточно большой и очень серьезный проект, который, ну, мне как координатору так положено говорить, но я часто сталкиваюсь с тем, что на самом деле это слышу и от людей, и от коллег, что это очень важный, нужный и прямо полезный, динамично развивающийся и реализующийся проект. Потому что коллеги расскажут по цифрам более подробно, но все показатели, которые ставятся изначально, то есть на каждый год, они достигаются в стопроцентном размере. Постоянный общественный контроль, начиная от выбора объектов, процесса их реализации и общественной приемки и так дальше. Но не буду пока обнявать времени, будут еще вопросы наверняка отвечать подробнее. Ну, судя по названию, понятно, да, объектор, то есть комфорт. Можно поподробнее, какие цели и задачи стоят перед этим проектом, что конкретно он в себе несет? Пожалуйста, кто на выбор, да? Если разрешите, действительно, вот уже Василий Санатовичем было отмечено, что это и партийный, и, соответственно, народный проект. То есть, действительно, формирование комфортной городской среды никто другой, кроме как жителей Югры, не принимает решение, что надо сделать здесь и сейчас. Причем только жители Югры могут сказать в приоритете, что сделать сейчас, что сделать позже, а что сделать на какую-то перспективу. Поэтому, наверное, одним из основных показателей федерального проекта является вовлеченность. Если в сухие цифры, то это практически более 15% по итогам 2021 года жители от 24 лет и старше приняли участие. Порядка 200 тысяч югорчан. Почему это важно? Потому что никто, как другой, как я, житель этого региона или этого муниципального образования, или этого города, знает, что требуется его городу. Поэтому участие в федеральном проекте и, соответственно, выделение средств происходит только на основе выбора конкретного каждого человека. И вот то, что сейчас мы в преддвериях находимся 15 апреля, по окончании мая мы будем этот выбор свой фиксировать. Поэтому, пользуясь случаем, в начале нашей дискуссии, обращаясь к нашим жителям, существует федеральная платформа за горсреда, которая направлена именно на выбор той или иной территории, которая будет благоустроена. Наверное, Тима Петровна, более подробно по общественным пространствам дополните. Да, я хочу сказать, что мы, основная наша цель нашего проекта, это не просто благоустройство территории, это качество благоустройства территории и выбор территорий, которые будут наиболее востребованы у наших жителей города, у жителей поселения, даже у жителей небольшого поселка. Почему мы всегда призываем участвовать в этом процессе, и вот как уже я, конечно, только в прошлом году у нас количество повлеченных югорчанцев ставило более 200 тысяч человек, это очень большой показатель. Мы всегда благодарны нашим жителям, что они активно очень участвуют и в проектных сессиях, и в субботниках, в мероприятиях, в голосовании, в обсуждении проектов, то есть непосредственно проектируют. Даже детки у нас участвуют в конкурсах, рисуют свои какие-то предложения, очень интересные, кстати, некоторые из этих предложений мы даже направляем производителям детского оборудования, потому что вот дети, они, ну, они видят свой мир, да, они видят свою площадку вот именно такой, и я хочу сказать, что многие производители сейчас активно используют вот в помощниках именно детей, потому что это их чарение. То есть наша задача, самая главная задача, это удовлетворить потребности каждого, то есть вот от малого до великого, да, должна появиться территория в городе, на которую придет и мамочка с маленьким ребенком, с коляской она придет, то есть ей будет доступна эта территория, и не придется коляску переносить через какие-то бордюры, и придет бабушка, которая придет, а внуков, либо просто сама с подружками придет, будет отдыхать, и придет молодежь, придут подростки, для которых будет какая-то спортивная площадка, где они смогут с пользой провести свое время. Мы знаем, что наш регион очень спортивный, поэтому вот развитие именно полноценных таких спортивных комплексных площадок, оно тоже у нас очень востребовано. Очень востребованы у нас скейт-парки, и они вот сегодня шагают по нашему региону, и такой скейт-парк появился в прошлом году даже в небольшом, очень, в поселке коммунистический. Тоже интересная, очень, очень интересная история, когда все начиналось в благоустройство небольшой территории вокруг существующего храма, которое вылилось сегодня уже в большой проект для этого поселения, то есть появилась пешеходная аллея, появилась детская площадка, появился скейт-парк, и в этом году они будут уже завершать территорию, появится еще зона отдыха. То есть это на примере вот маленького поселения, когда все жители поучаствовали, они участвовали на субботнике, они высаживали там кедры, они помогали убирать эту территорию. Ну и не могу не похвалиться, да, наш регион очень активно вот с 19-го года участвует в всероссийском конкурсе лучших проекта создания кокошной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Из 9 городов-участников за прошедшие 3 года у нас 7 стали победителей, наши становились финалистами. В прошлом году, в 2020 году у нас из 4 заявок все 4 стали победителями, это город Нягонь, Когалы, Покачи и Урай. В прошлом году наш регион, один из первых, завершил все объекты досрочно. В результате у нас появились замечательнейшие проекты, две набережные, парк и благоустройство территории вокруг водоема в городе Покачи. Это наш малыш такой, он маленький, но он наполненный очень территорией, у него очень интересный название, это теплый берег. И самое большое у нас парковое пространство в прошлом году, это старый парк в городе Нягонь, центральный лес культуры и отдыха, который буквально 6 апреля я представляла на международном форуме Парк Сэшн, где он был представлен как одно из лучших в России парковых пространств 2021 года. Это территория примечательна тем, что удалось сохранить и существующую природную среду, потому что это настоящий, почему он называется центральный лес, потому что на самом деле лес, оставшийся настоящий наша сибирская тайга. И очень аккуратно на территории этого парка были построены 10 локаций, то есть парк очень большой, 50 гектаров, где только за 3 месяца с момента открытия уже прошло 80 мероприятий, включая чемпионат России по стактивному туризму на Улижах. То есть это говорит о том, что наши территории благоустроенные, они востребованы не только у нас, но они востребованы нашим гостям, активно используются. То есть мы не просто благоустроили территорию, на которую, возможно даже, ну есть такие примеры, к сожалению, да, когда вот где-то сделали территорию и ходят там они один-два человека, ну потому что просто транзитная территория. А мы стараемся обеспечить комфортность для всех наших жителей, чтобы люди туда пришли. То есть это не просто, вчера это был лес, а сегодня это стал вот такой востребованный парк. И не только для того, чтобы вот просто прийти и прогуляться, там проводится очень много мероприятий. Там задействованы у нас некоммерческие, социально ориентированные некоммерческие организации, которые проводят в том числе какие-то образовательные мероприятия, спортивные мероприятия, развлекательные мероприятия. Вот, поэтому и дальше будем стремиться, то есть нам нужен вот этот запрос вот жителей для того, чтобы мы понимали, что мы не просто там потратим деньги, да, потратим силы, а для того, чтобы мы поняли, что же нужно вот жителям конкретного микрорайона в городе или конкретного поселения, потому что запросы у всех разные. То есть есть какие-то точки соприкосновения одинаковые, да, все хотят там спортивную детскую площадку, но все хотят разные детские площадки, все хотят разные спортивные площадки, потому что где-то уже сегодня есть допросы на более-таки профессиональные спортивные площадки. Мы стараемся, и наш регион, тоже на пришедшем форме был отмечен как один из регионов, в котором большое внимание уделяется доступности территорий благоустраиваемых и их безопасности. И одной из задач это обеспечить доступность для маломобильных граждан и инвалидов. И кроме того, очень большой популярностью у нас пользуются инклюзивные площадки. Как детские инклюзивные площадки, так и спортивные инклюзивные площадки. То есть ни одного, ни одну категорию мы стараемся не забывать. Докторая потребности все-таки вся. То есть этот проект, не только возможность улучшить более комфортные условия, но и заявить о себе на уровне страны? Да, конечно. Мы стараемся, буквально когда в 2020 году был объявлен нокдаун, и мы поняли, что у нас и так большие расстояния, очень сложно куда-то выезжать. И мы придумали такой хэштег «Отдыхаю дома», «Отдыхаю в игре». И стараемся создавать, особенно в рамках конкурсных проектов, мы стараемся в каждом городе создавать настолько уникальное пространство, чтобы жители у нас путешествовали еще и между городов. То есть не приезжать из одного города в другое, видеть одинаковые совершенно парки, похожие друг на друга. А в каждом городе должна появиться своя уникальная точка притяжения, которая будет интересна жителям соседей. Когда, допустим, Югорск будет ездить в Советский, а Советский будет ездить в Югорск. Хорошо. Сегодня, как уже было сказано, важный день. Скажите, в этот раз, сколько есть ли цифры, сколько объектов будет на голосовании? Какие объекты? Какая вообще активность? Что будет происходить сейчас? В этом году у нас участвует 17 муниципальных образований. У нас участвуют в обязательном порядке голосования населенные пункты от 20 тысяч человек. Небольшие поселения, те, которые менее 20 тысяч, они уже свои общественные обсуждения провели на портале от этой регионе. В Градном тоже приняло 15 тысяч человек участие. В голосовании на единой федеральной платформе «Заточка. Город. Среда» участвуют 17 муниципальных образований. Это все наши крупные города, кроме города Покачи. И представлено для выбора 54 общественные территории. Территории интересные. То есть сейчас у нас идет выбор именно территории. Мы выбираем, жители точнее выбирают ту территорию, которая в приоритете для благоустройства в 2023 году. И там, где на данный момент есть объекты, переходящие, соответственно, где-то голосуется, на голосование выносится уже объект с дизайн-проектом. Где-то жители у нас пойдут во вторую операцию. Как обычно, мы выбираем еще функции мероприятия, то есть то, что будет реализовано на этой территории. Голосование у нас стартует сегодня, 15 апреля. Продлится оно до 30 мая. И мы надеемся, мы верим, что, как и в прошлом году, югощане примут самое активное, самое активнейшее участие в голосовании. В прошлом году мы оказались в лидерах по этому показателю. Поэтому, надеюсь, что в этом году мы тоже не подведем. Мы выберем те территории, которые в 2023 году будут радовать нас своей консультацией и комфортам. Давайте еще раз заострим внимание, как и где можно принять участие в голосовании по процедурам, например, в каких точках. Голосовать мы можем на сайте за.городсреда. Регистрация на сайте осуществляется посредством портала госуслуг через ЕСЕ. То есть, наш регион отличается тем, что у нас очень большой охват зарегистрированных жителей на портале госуслуг. Вторая возможность у нас в муниципальных образованиях сегодня установлены информационные точки. Такие пункты для голосования с волонтерами, где волонтеры оказывают поддержку, где можно проголосовать через мобильное приложение. То есть, можно обратиться к таким волонтерам. Адреса списки таких импоточек, они размещаются на официальных сайтах и в официальных фабриках администрации городов, участников голосования. В некоторых предах у нас есть даже мобильные пункты. То есть, графики будут меняться. Стараться будут пределять время, особенно в праздничные дни. То есть, как обычно, можно будет перейти в торговые центры, когда у нас выходные. Также будут выходить у нас волонтеры на предприятия и в учреждения образования. А кто может принять участие? Есть какие-то возрастные предприятия? Голосуют у нас каждый год жители от 14 лет, имеющие паспорт, либо иное-другое удостоверение личности. Хорошо. Вы упомянули про волонтеров. Говорит, речь зашла. Где и как раз действуют добровольцы? Сколько их? Что это за армия? Хотелось бы также отметить и активную вовлеченность волонтерского корпуса автономного округа. В 17 муниципальных образованиях, как и ранее было сказано, размещено 38 стационарных информационных точек. И по состоянию на 14 апреля отобрано уже 633 волонтера. Хотя необходимое количество – это 500. То есть, мы уже перенабрали количество людей, которые хотели бы принять участие в реализации проекта и помочь жителям активно проголосовать за те объекты. И отметим, что возраст волонтеров также от 14 до 76 лет. Поэтому практически все поколения активно принимают участие и делают все для того, чтобы проект был успешно реализован. Если говорить про стационарные точки, то они работают, как и ранее было упомянуто, это в многофункциональных центрах, это в торговых центрах и также в учреждениях культуры. В будние дни работа ведется в одну смену в 4 часа. Если говорим про выходные, то здесь уже две смены по 4 часа каждая. И хотелось бы отметить также работу передвижных информационных точек, которые будут в пяти муниципальных образованиях. Это Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Югорск, Белоярский районы и Сургут. Именно там, допустим, до 30 мая можно будет проголосовать и во время проведения праздничных мероприятий, ну и в том числе в будни посетить те объекты, которые были уже ранее озвучены. Если говорить про сегодняшний день, то сегодня в 12 часов в многофункциональном центре, в Ханты-Мансийске начнет работу информационные точки волонтерского корпуса. Скажите, как шла подготовка к обучению? Да, хотелось бы отметить, что все волонтеры прошли обучение. Обучение было на платформе добро.университет, и также во всех муниципальных образованиях автономного округа проходили очное обучение и отбор, что может свидетельствовать о том, что наши все волонтеры подготовлены. У них у всех имеются специальные компьютеры, планшеты, с помощью которых они могут помочь проголосовать. Также информационные точки оборудованы визуально. У всех волонтеров имеются вот такие вот жилетки, бейджики, поэтому вы их всех смело можете увидеть, узнать, подходить, общаться с ними. Они могут дополнительно проинформировать о тех объектах, которые имеются в муниципальном образовании, ну и, соответственно, сделать все, чтобы можно было проголосовать и оставить свой голос за тот или иной объект, который будет в дальнейшем реализован. А такой вопрос, с чем вы связываете такую активность добровольческую? Уже с старта, уже фактически штат набран. Ну, это тенденция общая такая или что-то может быть на самом деле? Волонтерское движение, вот, благодаря коллегам у нас действительно очень активно развивается. Только в прошлом году у нас в разных мероприятиях по развитию городской среды, то есть там от голосования до субботников приняли 85 тысяч волонтеров, это провольцы, то есть это будет такой очень хороший показатель для региона, для любого региона. У нас регион по численности не такой большой. Мы всегда вот только за, то есть волонтеры, у нас даже бабушки-волонтеры, которые наступает весна и приходят там уже со своими лопатками, спрашивают у наших ответственных, а где им пойти там посадить деревья или цветочки. То есть люди действительно в этом заинтересованы, и всегда вот наши главные, наверное, помощники, то есть они всегда рядом, они помогают нам организовать остальное население. И если вы посмотрите там наши релизы, то есть там видно, что у нас в разных волонтерской форме, каждое волонтерское движение, начиная с весны и заканчивая там осенью, да, мы, они всегда на наших объектах. Так, хорошо. Сергей Андреевич, позвольте Вам вопрос. Как Вы, как эксперт, как специалист, оцениваете качество и, главное, жизнеспособность идей, проектов, идей, которые вот выдвигаются? Ну, как уже сказали коллеги о том, что, значит, само непосредственное рейтинг-инденсование и обсуждение проектов проходит жителям нашего города, поэтому акценты расставляются и на то, какой объект реализовывать, и что на этом объекте должно быть, для того, чтобы интересы каждой категории населения, того же населенного пункта учесть, и они воплощаются, реально воплощаются в жизни, для того, чтобы они на самом деле были не просто созданы, а были востребованы, и наполнение качественное происходит за счет этого. И отвечали всем необходимым требованиям. Конечно, да. Такое предложение, вопрос по желанию. 200 тысяч – это хорошая цифра, да, мы в лидерах, но я думаю, это не предел для Югры. И на самом деле эта история вполне логичная, когда хозяева, какими мы являемся, жители округа, предлагают то, что им нужно. Вот у вас есть такая возможность обратиться к нашим землякам, к югорчанам, и призвать их, ну, или объяснить, почему нужно принять участие в этом проекте. Пожалуйста. Если можно, прежде чем начать, на самом деле, это, конечно, принципиально важно. В этом суть, суть и партийного проекта «Единой России», и федеральной государственной программы, что именно люди определяют. И понятно, что каждый человек, он, ну, хочет видеть то, наверное, о чем мечтает, да, и что он хочет видеть это реализованным. Я скажу так, что за время реализации проекта уже там почти 300 проектов общественных пространств было реализовано в Югре, вот в этом году еще 55 они идут в реализацию, то есть в следующий год еще 54. И все эти объекты, в чем вот, да, смысл главный, я думаю, они все выбраны людьми, все выбраны, и именно победитель каждого муниципального образования в обязательном порядке включается в государственную программу. Опять же, те, которые не повезло тем объектам, будем говорить, в этом, ну, в прошлом году они имеют полное право, да, быть вынесены на голосование уже в следующем. То есть в этом смысл выбора приоритета. И поэтому, конечно же, всех земляков, всех жителей, всех наших городов, поселков, районов, я призываю вам, что вы сами определяете, что для вас важнее и по важности, как в принципе и по времени реализации. То есть чем больше человек проголосует за какой-то определенный объект, тем раньше он появится. Это не значит, что другие не появятся, они появятся либо по другим источникам, либо позже по времени, но они в обязательном порядке. Победитель, проект победитель, он будет реализован в максимально короткие сроки. Поэтому это, конечно же, очень важно, и важно причем для всех, и в первую очередь для жителей каждого конкретного города, поселка. Важная составляющая, спортивная составляющая, то есть почему происходит голосование. То есть объект должен набрать максимальное количество голосов. И мы уже, как органы исполнительной власти, коллеги, которые все здесь собрались, мы гаранты того, что победитель будет реализован. Мы отголосовались в этом году, в 2023 объект появился. И именно вы задавали вопрос, почему люди голосуют, почему люди вовлечены. Потому что, на мой взгляд, наши жители видят, что действительно, да, я проголосал, и на следующий год это появилось. То есть некое вот это чудо, оно происходит. А девиз, наверное, под которым можно было бы охарактеризовать все действия, которые связаны с формированием комфортного городского, мы вместе меняем города. Так что я призываю вместе нам менять те города, в которых мы живем, которые мы, безусловно, очень сильно любим. Уважаемые югорчане, как всегда, я вас приглашаю, призываю отдать свой голос за те общественные пространства, которые вы хотите увидеть благоустроенными в следующем году. В этом году вы увидите результаты голосования уже прошлого года. И я надеюсь, что количество неравнодушных наших жителей, оно будет с каждым годом только расти. И мы будем, правда, нам очень важен ваш голос, и не просто голос, а чтобы вы нам показали, нас направили на тот приоритет, потому что когда вы голосуете, мы мониторим это ежедневно, мы видим, что те территории, которые реально востребованы у всех жителей конкретного населенного пункта, вот эти объекты, они набирают максимальное количество голосов буквально за неделю. То есть мы видим, как растут эти тысячи голосов, тысячи людей приходят или у себя дома, или к волонтерам, и голосуют, они отдают свой голос. И мы понимаем, да, мы правильно все сделали, мы вынесли на голосование на те территории, которые нужны. И мы вас ждем с сегодняшнего дня по 30 мая каждый день, можно не выходя дома это делать, с вашего сайта, с телефона. Очень надеемся, что все мы с вами сделаем, как всегда, правильный выбор, и на следующий год мы сможем порадовать вас новыми общественными пространствами. Да, и тоже приглашаю всех принять активное участие в голосовании. Чем выше жизненная позиция каждого из нас, тем правильнее будет сделан выбор, поставленный акцент и реализация того или иного объекта, за которое максимальное количество голосов в отдельном муниципальном образовании отдадут наши югорчане, значит, будут расставляться приоритеты и по созданию этих объектов. Важно, что не только словом, но и делом каждый югорчанин может нести свой вклад в развитие территории, в развитие югордин. На самом деле какая-то удивительная история, когда она выгодна и приятна всем, и органам власти, и людям. Замечательно комфортная идея. А пожалуйста, если есть вопросы, вопросов у нас нет, на этом, что ж на этом наше время приступит к концу. Я благодарю уважаемых спикеров за обстоятельные ответы, за интересную беседу коллег-журналистов, зрителей прямого эфира. До следующих встреч в студии РИЦ Югра. И призываю тоже проголосовать, принять участие в этом замечательном проекте. Всего доброго. До свидания.